Инициативу организации платных парковок в центре Саратова обсудили на расширенном заседании общественной палаты региона. Сказать, что однозначно есть мнение по поводу того, что делать платные парковки или не делать, его нет. Несмотря на это, выступавшие говорили о введении платного паркинга, как о давно решенном вопросе и на перебой называли его преимущества. Среди них увеличение скорости движения автопотока, сокращение количества транспорта на дорогах и нарушений ПДД. Между тем, даже у сторонников этой идеи возникали сомнения в том, что горожане с радостью воспримут такое нововведение. Знаете, я бы согласился на полный запрет автомобилей в центре города, если бы это было венцом определенной концепции, которая бы привела к тому, что мы здесь перешли бы от автомобильного движения к электрическому городскому транспорту в центре. За пределами этой зоны вынесены бесплатные муниципальные парковки для жителей центра. Но если просто ввести запрет, и на этом, может быть, еще и остановиться лет на 10, ну тут будут вопросы, потому что, конечно, это бизнес-проект, кому-то интересно. К слову, и сам глава общественной палаты признался, что не готов пользоваться с перехватывающими парковками. Готовы ли присутствующие здесь, у кого есть автомобили, использовать перехватывающие парковки, чтобы доехать до непосредственно работы или места отдыха на каком-то общественном транспорте? Ну, здесь не готовы. Я должен сразу сказать, если честно говоря, что вот сразу к этому прийти, что я вот оставлюсь и лишу себя возможности доехать до конца, это об этом трудно сказать. Мы могли бы, как местный оператор связи, достаточно крупный, помочь, собственно, общественной палате поработать над популяризацией этой темы. Но прежде чем прививать горожанам любовь к платным парковкам, нужно точно просчитать, как это будет работать. Однако готовой концепции пока нет. Сейчас перечень парковочных мест определен инвесторам. Мы все эти парковочные места замеряем. Но пока четкого решения нет, что именно в этих местах будет. Почему? Потому что ряд парковочных карманов, имеющихся в наличии, они не подходят к критериям, по своим геометрическим параметрам для того, чтобы нормально организовать там парковку. Отсутствие четкой концепции усугубляет и другие проблемы. Что делать с уже брошенными на дорогах машинами? Как убедить водителя оставлять автомобили именно на парковках, а не ставить их в соседних дворах? Выступавший на мероприятии член общественной палаты Михаил Волков предложил подойти к этой проблеме более системно. Для начала провести полноценный соцопрос и узнать отношение горожан к платному паркингу. Получить заключение научного сообщества – действительно ли эта мера поможет разобраться с пробками? После этого постепенно вводить плату, при этом оставить водителям возможность до получаса бесплатно занимать парковочное место. И главное – установить единообразие будущих стоянок и зону ответственности их владельцев. Александр Найденов, Сергей Пшеничников, Открытый канал.